Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare 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 всем про пожелать на наш это предности бхакти-шастри курсы и вчера мы закончили нашу наш раздел прямо-бхакти и то что осталось это между 64 качеств анг-бхакти и мы продолжим с 10 главы и дальше мы закончили девятую техника слушания и памятования техник техника сайта техника сайта и шила правопада указывает что это на самом деле называется техника или научная техника методы техническая наука и что это за техники шримад бхагаватам или техники практики предновослужения то есть что правопада сказал техническая наука это техники практики предновослужения и в практике предновослужения слушание это самый важный аспект но из всех предметов предновослужения киртан является наивысшим и правопада описывает метод слушания который технически называется шраваном и там существует три раздела слушания первое это нам шравана чаритра шравана и гуна шравана первое нам шравана значит слушание святого имени когда мы слушаем и повторяем мы должны слушать святое имя и когда совместное воспевание когда мы слушаем совместно святое имя чаритра шравана это относится к играм господа чаритра переводится как деятельность либо времяпровождение как слушание шримад бхагаватам как слушание шримад бхагаватам это махабхарата рама и это чаритра слушать это является чаритра шраваном и следующее гуна шраваном обозначает качества например как он является бхагаватам наиболее милостливый то есть все такие прекрасные качества милостливые качества Кришны и в наших книгах для раздела нам шраванами есть цитата из Гаруда Пураны здесь в параграфе говорится что замечательно процесс слушания описан замечательно в Гаруда Пуране там говорится состояние живого существа ведущего обусловленную жизнь в материальном мире сходно с состоянием человека потерявшего сознание от укуса змеи из того и из другого бессознательного состояния можно вывести с помощью звука мантры укушенный змеё не умирает немедленно сначала он теряет сознание впадая в коматозное состояние живые существа находящиеся в материальном мире тоже спят пребывая в неведении относительно того что они сами собой представляют в чем заключается их истинные обязанности в каких отношениях они находятся с Богом так что материальная жизнь это жизнь укушенного змеёй майя иллюзий человек полностью утративший сознание Кришны по сути дела мертв но человека укушенного змеёй который все равно что мертв можно возвратить к жизни прочитав над ним специальную мантру есть люди виртуозно владеющие искусством чтения мантр которые могут возвращать человека к жизни привести человека в сознание Кришны из глубокого обморока материальной жизни можно тем же самым способом с помощью звука мантры Гаю Кришна Гари Рамы Рама Гаю Кришна Гри Рамы 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 Гари Рамы Гри Рамы РамаHри И здесь мы можем понять из этого, что все, кто находятся под влиянием иллюзорной энергии, они находятся в спящем состоянии иллюзии невежества. Он не является мертвым, но он спит. Иллюзорная энергия сравнивается с укусом змеи. Когда личность впадает в бессознательное состояние. И все еще он не является мертвым. И произнося, цитируя мантру, с помощью этого заклинания человек может быть выведен из состояния комы. И точно так же произнесением маха-мантры, Харе Кришна, человек может быть выведен из состояния спящего состояния и приведен в сознание Кришны. Это то, что называется нама-шравана. И кто слушает святое имя? Его слушают бессознательные, не сознающие материальные люди, находящиеся в материальном сознании. И кто произносит святое имя? Милостивые преданные. И движение Господа Читания Махаврабы является уникальным движением пробуждения живых существ, спящих. И поэтому эта благотворительная деятельность нашего движения является наиболее выгодной, наиболее благоприятной для всего человеческого общества. Это то, что поет Бхагдинова, докур в бажане, жива-джа-го, жива-джа-го, гора-чандра-булите. Прости, просни спящая душа, слушая звуки имени Гавранги. И Господь Читания принес эту мантру Харе Кришна для того, чтобы все взывали к святому имени, воспевая. Господь Читания является тем, кто принес эту мантру. На самом деле она не была доступна миллионы циклов юг. И любое имя Господа, оно является святым, оно могущественное. Но эта Харе Кришна мантра является маха-мантрой, то есть особая мантра для людей Кали-юги. И мы поем Голокера Примадхана Харинама Санкт-Пиртана. Это является богатством Голоки. И повторение Харе Кришна мантры, это то, что очаровывает Кришну, то, что привлекает его. И это только может привлечь Кришну, когда гопи и Радхарани воспевают эту мантру. Поэтому Господь Читания в настроении Ишимати Радхарани принес эту мантру. И это настолько дается свободно и без всяких условий, что мы просто не можем оценить, насколько мы удачливы, что мы получаем эту мантру. Это является непосредственной милостью Радхарани. И в этой мантре мы восемь раз просим Радхарани. Харе, Харе. Эта Харе обозначает Радхарани саму, и также это Господь Читания, который находится в настроении Ишимати Радхарани. И в этом Баджане поется, что ты явился, Господь Читания, как спаситель падших, и я являюсь самым падшим. И мы должны быть более серьезными для того, чтобы пропагандировать это движение, и также для того, чтобы практиковать сами. Это очень редкий дар. Это было для Господь Читания миллионы циклов этих юг, и было инаугурировано совместное воспевание. И мы должны принять это очень искренне, так как это лучшая благотворительность, где бы она ни совершалась. И следующее будет Чарита Шрава. И здесь цитата из 4-й песни Багадан, 29-й главы. Кто-то может прочитать цитату из 4-й песни Багадан? Тот, кто жадно слушает эти трансцендентные звуки, освободится от всех проявлений материальных, голода и жажды, страх и неудовлетворенности, ровно как от всех иллюзий материального существования. Итак, слушая это мы можем оценить, что самый главный элемент это слушание. Прекрасных предных подобных луния. И для того, чтобы слушать, мы должны найти того предного, которого мы можем слушать Багадан, реализованного. И Прабхупада, он сделал особую услугу благотворительную, что он дал Багаватам доступным языком, который каждый может понять, то есть доступен всем. И просто слушая это послание Багаватам, каждый может быть свободен от жажды, голода, скорби и страха. Например, Парикшат Махарашин слушал это послание «7 дней без пищи и воды». И описание игр Господа, оно очень удовлетворительное и благоприятное для души. Тело может быть поститься, но душа она пирует. И каждый имеет этот опыт, когда мы открываем игры Господа Кришны, читая их, что мы просто не можем остановиться. И такая жажда к слушанию Кришна Катхи, она приходит из двух процессов. И в Багаватаме описывается, что первое — это служение чистому преду. Махат севая. Махат севая. Махат севая. Махат — значит великая личность, севая — значит предоставить служение. И второй момент описывает, что когда мы внимательно воспеваем Святое Имя, то наше сердце читается. и мы получаем вкус к слушанию Писания Ишимадвагдам Бхагадгидовича Танчиркана. И искренне преданные должны общаться с предными, слушать от них и развивать вкус к этому посланию. И утверждается, что просто слушая Кришна Катху все другие проблемы будут автоматически разрешены. Кто будет беспокоиться о нашей пище и о всех потребностях? И Кришна говорит, я позабочусь об этом. И Кришна говорит, то, кто слушает и воспевает и делится этими трансцендентными качествами, я сохраняю то, что он имеет и даю то, что необходимо. В Бхагадгиде 18 главе 58 текста очень замечательный комментарий. Это личная реализация Ширы Прабхупады. Тот один, кто занят в служении Кришне, Кришна становится близким другом. И он присматривает за удобствами такого предного. и он дает себя такому предному. Это очень интересное замечание. Кришна присматривает за удобствами предов, а не за какими-то нуждами. То есть какая-то нужда, например, мне нужна пища, мне нужен кровь, какие-то необходимые потребности. Но удобство, какой-то комфорт это что-то другое более. Например, какое великие признания, какой успех Ширы Прабхупады имеют по всему миру. И раз газеты, ну, вы написали заголовок, или там репортеры сказали, что почему-то святая личность вы, а вы имеете все эти дорогие Rolls-Royce, это большие машины. Это комфорт, это удобство. Он сказал, что это такое, этот Rolls-Royce? Это просто кусок металла. А на самом деле для представителя Господа нужно что-то сделать из золота. Что это за такой комфорт? Кришна может устроить все, что угодно. То есть, поэтому, если мы просто слушаем Кришна-катху, все проблемы будут разрешены. Но мы должны найти ту авторитетную личность, которая бы говорила эту Кришна-катху, чтобы мы слушали. То есть, для того, чтобы слушать, нужна личность, та, которая будет отказаться. Это есть категория слушания, общение с Кришна-катху. И третий аспект является Гуна-шравана, или слушание качества. И перед тем, перед двенадцатой песней, там есть еще два абзаца, относящихся к чарита-шраванам, здесь говорится, метод слушания как способ достижения самознания, нынешний век рекомендовал Шри читания Махапрабху. Как говорится в Бхагат-гита, материалистичный человек может избавиться от своих материальных желаний, страстей, только если примет сознание Кришны. Какой это стих, как вы думаете? Что правопада пишет, с какого текста это, как вы думаете? Вы уже закончили Бхагат-гиту? Я уверен. Какая глава? Эйд. Эйд чаптер. Эйд. Эйд чаптер? Ну, это в второй главе. В абзаце написано, говорится, багатитин, материалистичный человек может избавиться от всех своих материальных желаний и страстей, только если примет сознание Кришны. Какой это текст? Вот подсказка, вторая глава. То есть это путь, как выяснить все. То есть если правопада что-то пишет, вы должны найти в тексте, где же там говорится, в оригинале. Это маленькая часть стиха. Когда мы развиваем высший вкус, мы бросаем ниши. То есть все знают. Расо варджам, Расо писям. Парам дештам нер. Расо варджам, Расо писям, Парам дештам нер. Виша и вини вартанте, нера хараси. Хараси. Как вы думаете, это подходит к этому стиху? То, что является здесь? Да. Подходит. Есть. А прочитайте, в этом стихе такое точно даже написано, как и здесь? Посмотреть, есть у кого-то текст. Нашли этот стих? Да. Это очень просто. Когда вы внизу, вы можете найти, что это текст. То есть, найди этот стих. Да. Кто-то дал мне серебряный стакан, а я взял его, выкинул. А если вы мне даете золотой стакан, зачем я буду держать этот серебряный? Это высший вкус. А сознание Кришны – это высший вкус. Это легко оставить низшие вкусы. Но если мы будем есть Кришна Прасад, то мы оставим святую чепуху. И предное служение является манифестацией Сварупа Шахти Кришны. Это дает нам блаженство и высший вкус. И поэтому мы можем бросить наслаждение низшей подчиненной энергией, которая является материальной энергией. Одна является матерью, а другая является служанкой. Радхарани является матерью. И материальной энергией является служанкой ее. И мы на коленях у этой служанки. Поэтому мы сумасшедшие. Когда мы вернемся на колени своей матери, тогда мы станем нормальными. В нашей стране, например, дети, их воспитывают служанки. Не матерья. И Радха является матерью всей вселенной. Поэтому мы должны быть в духовном мире со своими истинными осами и матерями. И третий аспект является гуна-шраваном. Глорификатор has transcendental qualities. This will kill all kinds of inaspiciousness in the heart. Последний параграф говорится о двенадцатой песне. Цитата. Тот, кто стремится к чистому, беспределностному и преданному служению Господу Кришне, прославляемому в трансцендентных звуках, должен всегда служить повествования, в которых воспевает свое величие и трансцендентные качества. Говорится, как Господь Читания освободил Джагая Мадхая. Насколько Кришна милостив, когда Он позволил демониться Путане получить освобождение. Это является качественным Кришном. Как Кришна готов нарушить свое обещание, свой обет, защитив своего преднаварджуну и удовлетворив Бишму Питамага, взяв колесо от колесницы. И насколько Он был милостив, приняв заботу о туфлях тех людей, которые пришли на жертвоприношение и как Он был милостив, приняв для защиты своей преданной Драупаде бесконечного размера сариями формулы. То есть, поэтому все эти замечательные деяния Кришны, милостивые, которые мы слушаем, они убьют все неблагоприятные влияния сердца. Говорится, что все неблагоприятные вещи Ашубха будут вычищены из сердца. И следующий аспект преданного служения это номер 44. Ожидание милости Господа. Называется Тат Криппэкшанам. Тат значит Господь, и Крипа значит милость. Это известный стих из 10-й песни 14-й главы Молитвы Брамы. Татэ нукампам тусамикшамано Татэ нукампам сушамикшамано Гунжан эватмакртам випакам Гунжана эватмакртам випакам Придвак вапургир видадхан намастэ Дживет айом мукти падеса дая бхак Дживет айом мукти падеса дая бхак Пожалуйста прочитай неправым Мой дорогой Господь тот кто смиренно ждет когда ты прольешь на него свою беспричинную милость терпеливо все последствия своих прошлых прошлых ошибок и почитая тебя сердце словами и телом несомненно достоин освобождения которое становится его законным правом преданные они когда они очень терпеливы и когда получают какие-то неприятности то они молятся Кришне говорят О Кришна Ты очень милостив Ты дал мне только маленькую часть того что я заслужил и это является моей прошлой кармой и там говорится во втором параграфе в этом разделе эти слова бхагава должны быть руководственными для всех преднек это персональная применение не следует ожидать что мы немедленно освободимся от своих последствий своих прошлых грехов ни одна обусловленная душа не может избежать расплаты за свою деятельность почему потому что смысл материального существования сводится к страданиям или наслаждениям вызванным нашими прошлыми поступками если бы он завершил свою материальную деятельность то почему бы он рождался здесь поэтому если мы будем совершены в сознании Кришны то тогда уже не будет нового рождения и на самом деле страдания это напоминание о Кришне и наслаждение оно заставляет нас забыть о Кришне и кто вы думаете лучший тот кто представил свои молитвы которые сказал что я не против этих страданий это является Кунти все бедствия приходят вновь и вновь почему потому что ты придешь а если ты придешь значит нет больше рождения и смерти сейчас ты уезжаешь это не есть хорошо страдания это хорошо она на самом деле не спрашивает страдания она просит о Даршане Кришне но цена за то что получает Даршан Кришне это принять прошлую карму страдания без жалоб это понятно следующий 45 это памятование какого значения памятования установление взаимоотношений с Кришной Падмакархан говорит Вишну Падмакархан если кто помнит Кришну то в момент смерти он будет избран от смерти и смерти это последний кого мы помним в момент смерти мы имеем взаимоотношения поэтому мы должны развить взаимоотношения с Кришной и поэтому получая инициацию мы устанавливаем эти взаимоотношения где Кришна является господином а мы слугами и только он является этим защитником и благожелателем потому что он всегда с нами но никто не может быть так же как они могут быть так наши родители с нами ни наши дети не могут с нами ни наши деньги не могут только Кришна всегда с нами поэтому развивайте очень интимные взаимоотношения с Кришной и всегда помните его и следующая 46 является медитация дхьянам и прабхупада перевел как медитация это дхьяна имеет четыре аспекта рупа дхьяна которая первая рупа дхьяна пример из симхапурана гуна дхьянам следующее цитата из вишну дхарма кирида кирида дхьянам кирида means his playing past time кирида дхьянам следующее кирида дхьянам это значит игры воспроизведение подмапурана цитата из падмапурана последняя сева дхьяна цитата из брахма виварта пурана и в нашей книге есть примеры для всех этих четырех типов дхьяны это не является дхьяной света не медитация на свет не ваидизм для медитации медитация на рупу значит прекрасная форма медитация на гуну это значит прекрасные милостивые качества крида дхьяна это значит воспроизведение замечательных игр кришны как его младенческие игры его пастушеческие игры его гаврадхан лила это все крида дхьяна и сева дхьяна значит все молитвы они являются севой кто молится кришне предоставляет севая здесь две страницы на этот предмет описание медитации медитация это погружение ума в размышлениях образе господа качествах деяниях и служения господу медитация является функцией ума это понятно вы сами читаете это и не думая что это не обслуживает сейчас мы переходим к одиннадцатой главе которая называется аспекты трансцендентного служения и мы имеем 7 11 глава а 47 это называется служение и существует два типа даси первая называется кармарпаном что предписанием или варнашама даси первое это предложение только самого лучшего среди предписанных обязанностей и второе предложение обязанностей в сфере бхакти например джапа как джапа либо соблюдение икадыш или другие обеты это цитата из кандапурана и другой тип даси называется кинкарем кинкарем значит что я могу сделать это не значит что мы что-то делаем потом предлагаем но мы спрашиваем что мы должны сделать чтобы удовлетворить тебя это называется кинкарим это настроение кинкаром это значит что я могу сделать как я могу удовлетворить так как это относится к Варнашин, который не является Бхактой. Для Кришна это Дхасия. А, соответственно, другой момент, это как предписные обязанности, то есть это совершение каких-то яги или предложение каких-то пожертвований, то есть это не является Дхасием технически, это Варнашин. Это больше как Кармаканда. То есть среди предписанных обязанностей это является в разделе Кармаканда. То есть в этой категории Кармаканда, первый не является предослужением, а второй причисляется к Дхасиям. Окей? Тогда вы читаете, если нет проблем, мы можем поговорить. Следующий раздел будет преданно-свяжение в дружеские отношения с Сакьям. И следующий раздел, он описывается в двух категориях, как же в наших книгах. Первый называется вишваса, это значит доверенный слуга. Имея твердую веру, мы верим в том, что Господь Друг всех живых существ. Две цитаты из Махабарады, и вторая из Бхагаватана. И второе, это доброжелатель, это технически называется Митра. Классифицироваться как Рагануга. А цитата о преданном, который ложится в храме. И наша книга описывает пример, где один преданный, он лежит, спит в храме. Он в таких, ну, в дружеском, ну, как бы, как в дружеских взаимоотношениях, настроениях. Спасибо. 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 И те, кто занимается распространением книг, они попадают в категорию вишвасы. Это те, кто доверен и слуга Господа. То есть это Кришна говорит, это мои люди. Следующий. Следующий будет безраздельное вручение себе Господу либо атма неведома. Также существует три вида. Первое это полное вручение. Вручение души как себя. И также вручение своего тела. И средний это цитата от Ямуна Ачарьи. И другие цитаты от Ямуна Ачарьи. Кто является Ачарьей для Атма Неведома? Кто-то знает? Бали Махараджи. Бали Махараджи. Он предался полностью. Он предался полностью. Он отдал свое эго, себя самого и все, что имел. Ачарьи. Все. Ачарьи. И. Зачем. Он из Москвы. Финшер. Эти. Расковь. Вручение себя, полное вручение, это правопадок говорит о цитате из Бхагаламиды, Сарвадармана Паритежа. Это все называется предание. Яманачарий, он высказал такую цитату, он сказал, что на самом деле, в каком бы я теле ни находился в теле человека полубога, а, умный Господь, в конце концов, это не имеет значения, ибо любое тело всевышно-побочный продукт трех гунн материальной природы, а я, владелец этих тел, вручаю тебе. Врит-Расун, он молился Господу и говорил, что, что бы ни случилось, пожалуйста, сделать так, Господь, чтобы я родился в семье преданных, чтобы я всегда имел общение с преданными. И здесь все просто, здесь каждый может читать сам, и, в общем, нечего ее обсуждать. Ничего не нужно говорить. Потому что ничего не нужно говорить. Если вы можете читать, вы можете понимать. Мы читали, но у нас нет речи вспоминается. They're read already, but they think, by the sound, by hearing, remember, it's coming easy. Давайте почитаем следующее. А 50-е, это будет принесение жертв любимых вещей, называется Ния-Прия. И какой стих, который описывает то, что мы предлагаем Господу? То есть, то самое лучшее, что мы имеем, мы должны предложить. То есть, самая дорогая вещь, которую мы имеем, мы должны предложить дорогому Господу. И, например, Васудева, например, что он предложил, он сказал, Камси, что я дам всех своих детей тебе. И когда Кришна явился там, он сказал, что я должен пожертвовать чем-то для Кришны. И он сказал, что самое другое для меня, это мое обещание. Я отдаю свое обещание Кришне, и я не собираюсь Кришне отдать. Кришна отдать Камси, но я забираю его в Гакулу. То есть, это самое дорогое для меня, это мое обещание. И я бросаю это. Предлагаю это Кришне. То есть, я отнесу Кришну в Гакулу. Что, я разве слуга Камси, я слуга Кришны? Я пообещал, что я дам каждого ребенка Камси. Но Кришна попросил меня отнести его в Гакулу. А я должен бросить свою самую дорогую вещь, то есть, обещание. И пожертвовать им ради Кришны. Я не слуга Камси, но я слуга Кришны. Разобрались? Или хотите спросить? И однажды Акбар, он гулял со своим министром Бирбалом. И это Брэнджан. Это Бэнган. Бэнган. Это мы называем это Вегетабл. Экплант. Что такое экплант? Вы это помните? Брэнджан. Брэнджал, да? Брэнджал, да. То есть, они увидели этот брэнджал. Экплант. И этот император посмотрел, сказал, о, какой замечательный овощ. И он сказал, о, это замечательная корона на верхушке. И император купил этот овощ. И повар приготовил, и он получил какую-то неприятность в желудке. А потом он сказал, слушай, министр, этот овощ очень плохой. И он подтвердил, да, это самый худший среди всех овощей. А император заметил, вчера ты говорил, это хорошее, а сегодня ты говоришь, плохой. И он сказал, я твой слуга, на самом деле, император. Я не слуга этого овоща. Ты сказал, хороший, я сказал, хороший. Ты сказал, плохой, я сказал, плохой. Поэтому, если мы слуги Кришны, то Кришна скажет, мне нужно это. И следующее будет посвящение всех своих усилий Кришне. То есть мы все даем Кришне. Например, я хочу жениться. Хорошо. Поэтому сделай своих детей осознающими Кришну. Нет проблем? Вот. Они для Кришны, они для меня. Следующие пункты будут оставаться преданной душой. Саранна Патих, приняли предрежность защиты у Господа, служение таким деревьям, как Туласи, это Дием Севанам. Если хотите, мы прочитаем по одной строчке для каждой. Быть предавшейся душой из Хари-бхакти-виласа. Там говорится, о Господе, вручивший себя Тебе человек, который твердо убежден в том, что принадлежит Тебе и ведет себя в соответствии с этим, посвящая Тебе все, что делает Своим телом, умом и словами, поистине может наслаждаться трансцендентным блаженством. А не так, как мы говорим, Кришна, я Твое, но сами работаем для своей семьи. То есть, как подразумевается предание умом, речью и телом. Не так, что мы говорим на самом деле, а на самом деле мы работаем для своей семьи. Это является сутра Бхакти. Работай для Кришны со Своим телом. Сделай цель своей жизни достижения Кришны. Сделай сердце свое, посвяти его Кришне. С телом работает для Кришне, с умом посвяти его Кришне, и сердце отдай для любви Кришне. Это является Бхакти-сутрой. Тело мы работаем для своей семьи. И умом мы думаем о цели жизни. построить дом, купить машину. И своим сердцем мы посвящаем деятельность своей семье и так далее. То есть, мы разделяемся на три части, мы не удовлетворены. Бхакти является телом работаем для Кришне, умом думая Кришне, и сердце посвяти Кришне. Яшода Майя является примером такого. Она телом пахтала масло. И я думаю о Кришне. Сегодня Майя пахтала масло. Когда он ест, он никогда не уйдет. И она думала умом, что это масло я предоставлю Кришне, чтобы он не ходил никуда и не воровал масло. И в сердце она настолько была поглощена Кришной, что из ее грудей бежало молоко.